В Казанском федеральном университете завершается 13 серия научно-популярного проекта «Про наука в КФУ» под названием «Ночь великих». Участники пронауки могли посетить научно-популярные лекции наших и приглашенных ученых, мастер-классы, а также насладиться демонстрацией опытов и экспериментов. А студенты-предподаватели продемонстрировать свои интерактивы с опытами. Расскажем лишь о нескольких из них. Химический институт имени Бутлера в Казанском университете показал ряд экспериментов. Один из них продемонстрировала студентка четвертого курса Виктория Шульга. Химический опыт носит название «Вулкан». Свой интерактив провел и Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Один с опытом назывался «Экспериментальный способ изучения работы сердца». Прибор, который был представлен, носит название «Установка по изучению изолированного сердца» методом Лангендорфа. Метод позволяет выделить сердце млекопитающему вместо крови снабжать его сложным раствором. Данный метод исследования позволяет изучать влияние различных биологически активных веществ. Мы видим регистрацию различных параметров работы сердца на компьютере. Мы видим регистрацию силы сокращения. Опосредованно по регистрации силы сокращения мы можем судить о частоте сердечных сокращений, а также есть в красном обозначены сигналы, по которым мы можем судить о кровообращении сердца. Сердце имеет сосуды, которые носят название «коронарные». На основе того, насколько хорошо работают эти сосуды, можно говорить о питании сердца. Институт физики КФУ также принял активное участие. В одном из экспериментов доцент кафедры общей физики Рустам Доминов с помощью скамьи Жуковского продемонстрировал свое вращение на скамье с двумя массивными гирями, каждый из которых весит по 8 килограмм. Разведя руки в стороны, он начал эксперимент. Обратите внимание на скорость моего вращения. Я вращаюсь достаточно медленно. Сейчас я свожу руки вместе, коси вращения, и скорость моего вращения заметно возросла. Разводим руки в стороны, скорость вращения уменьшилась. Сводим руки, скорость возросла. Закончив эксперимент, он обратился к зрителям с вопросом, почему при сведении и разведении рук с гантелями скорость уменьшается или возрастает. Все институты Казанского университета активно принимают участие в научно-популярном проекте. Пронаука – это исключительный и оригинальный проект Казанского федерального университета, который вдохновляет на новые открытия. Елизавета Никитина, Универньюс.